Ринга Джон Дюапа Высокий, метр девяносто пять Два метра десять сантиметров Размах рук Справа уже через руку Попадает Поветкин Они хорошо знают друг друга Они спарринговали Руф не видят Руф не видят Руф не видят Надо сказать, что Александр Поветкин идеальной Федеральной формы Подошел к этому поединку На взвешивание он показал сто один И большим килограмм Для него вообще супер вес Сухой, не грамма лишнего жира Ну что ж, француз высокий Руф не видят Руф не видят Да, но Поветкин Вспевает уже на первых минутах боя Поветкин Сношает дистанцию Получается Что дистанция Это средний и ближний бой Здесь он любит, конечно Пока особых проблем В этом компоненте У Поветкина не возникает Да, Саша неплохо убирает голову С линии атаки Это заметно Я думаю, что такие вещи Которые ему Очень сильно Помогают Что через руку правый Головье Что левый налево убирает С линии атаки Хорошо Левый боковой Двойный удар Передний рыбой мы видели И пока все спокойно Без напряга Опять через руку Поветкин 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 Атаковать Это один из его Коронных ударов Очень быстро Саша бьет Неплохая скорость Очень хорошая скорость Мне кажется Дюопа немножко почувствовал Как он немножко Морчат сейчас стоит Поветкин Но мы знаем Что Дюопа Парень терпеливый С Уайлдером Он провел Очень хороший бой Да, проиграл досрочно Но у Уайлдера Было непросто Парень терпеливый Он еще Победительно Очень выиграл У Келлиниуса Первое поражение В карьере Келлиниуса нанес Причем нокаутом В концу первый раунд Такой разветочный Получился Но в общем-то Вы увидели боксеров В деле Внимательно Внимательно Концент Опа У-у-у Отпустил короткий Левый боковой Поветкин Будет зависеть от того В какой сейчас Вот Конкретно В какой физической форме Находится Боксер из Монако Потому что Конечно Одно Дело Быть запасным А другое Дело В общем-то Держать себя В хорошей физической Форме Тем более Что Буквально За половину Суток За 12-13 часов Сообщают Что он должен Выйти в Рим Надо знаете Быть очень смелым Парнем Более понятно Ты едешь В гости К хозяину Ринга Раунд Диапар Это сделал Вышел И очень достойно Проводит поедине Парень опытный Повидал серьезные бои Право ударил Диапар Вызваивает Под туловище Да Слева Диапарни плохо Плоком перекрывается Только хотел сказать Такой желтый парень И плечи широкие Сам по себе Широкие плечи Затрывается Плотно Не находит Находит Все-таки Такие маленькие Дыточки В его защите Саша Смотрите Диапар Караулит Справа Ждет Ждет Он прекрасно понимает Что Поведкин Будет атаковать Будет ждать Вот этого момента Когда можно будет Править навстречу Когда можно будет Поймать Соперника Вот так Он только навстречу Если Поведкин Застоится Где-то на удобной Дистанции Для Жоана Дюапа Он тоже может выстрелить Потому что руки у него Подлиннее Попытка ударить Право-направо В разрез Очень защитно Впереди Вправо Только не везти Наверное Хорошо Левый сбок Отбойный Левый сбок Приходит блок Диапар Диапар Смотрит Справа Очень опасно Такие молодки Жернова Знаете Ну Поведкин Ушел От этих Жерновов Довольно Удачно И хорошо Бегу боковой По туловищу Надо больше бить По туловищу Но я же говорил Что в плохом состоянии Диапар Мы не знаем Насколько он В плане выносливости Готов Пропускать Джек неприятный Саша Поведкин Заканчивается второй раунд Двигаться надо больше Поведкин В любом случае Не застаиваться Плохая атака Снова закончили Ударом по корпусу Сейчас прозвучит гон Третий раунд Третий раунд Третий раунд у нас Предыдущие два Прошли с преимуществом Поведкина Но Диапар ждет Он выжидает ошибки Александра Для того чтобы Подключить свою Тяжелую правую руку Двойной джеб Диапар Лево налево От Александра Поведкина Справа начал Саша и попал Диапар стоит Даже не дрогнул А перчатки-то у нас Эверласт Мехико Одни из самых тонких в мире Как я понимаю Три левых сбоку Все в блок Раскачивать нужно Не нужно расстоять перед Нужно раскачивать Подергивать Заходить Миять углы Да Чуть больше двигаться надо Большой Диапар Конечно Внимателен Александр Перчаткой блокирует удар Нужно сказать Что Диапар Не так часто работает Джебом Не так часто выбрасывает Прямой удар левой рукой Поэтому не так И может быть и сложно Пока по ветке Но сокращать дистанцию Сейчас Диапар Может излишне выцеливается Вы знаете Я хотел сказать Сегодня говорили много Интервью давал журналистам Вы знаете как неприятно Когда готовишься к одному сопернику И выходишь против другого Это очень сильно неприятно И на самом деле Александр Поветкин Себя сейчас чувствует Больше Больше в неудобной ситуации Чем Диапар Потому что Перед ним стоит Совсем другой соперник И конечно Может быть есть Какие-то Пока по марке И помимо этого Другой совершенно соперник Которому не готовился Конечно Там уже еще И вся вот эта ситуация Которая отложается На психическом состоянии Очень тяжело Очень тяжело Хорошо Хорошо По ветке В серии ударов Диапар Диапар Принимает И даже глазом не моргнул Все пока принимает И Не было ситуации Когда можно было сказать Что Диапар Действительно Попыл в опасном положении Такой маленький-маленький звоночек Все-таки на мой взгляд Прозвучал Быстро заканчиваются раунды Хорошо Убедительная атака И так у нас Три раунда позади Первая четверть Поединка И по большому счету Наверное Пока нету такой Большой явного Инициативы Или преимущества У одного Или другого боксера Такая идет Разведка Конечно же Чуть больше действий Саша производит Поветкин точнее Да, безусловно Но мы не можем сказать Что Диапар Там растерян Или в панике Какой-то находится Но Поветкин Конечно контролирует Поединок Намного больше Пошла И снова Выпадает справа Александр Через руку Выбрасывает Паровую перчатку Сейчас Александр Боксирует С двумя соперниками Один перед ним Диапар Второй То давление Которое оказывается То давление Которое сказывается На его команду На его личную Это конечно Большая ответственность И сила Мужества Должна быть Александра Чтобы с этим Справляться Хорошая атака На первый раз Сдвоенные Атаки слева Боковыми ударами Проходят У Поветкина Да Это не такие Тяжелые Получается удар Но тем не менее Большинство из них Точные Хорошо по туловище Хорошо по туловище Хорошо по туловище Поветкина Поветкина Конечно читает Уходит сразу вниз Правый Хлотно ни разу Не попал Диапар До финала И попал Вот Диапар Ответил Джеба Известные Боковые Крюки И удары Снизу Отрицандра Поветкина Они всегда Приносили ему пользу И всегда Приносили ущед Его соперника Жесткие удары Снизу Сбоку Безусловно Они сейчас Приносят пользу Он все-таки Попадает точно Но ущерба Пока такого Мы не видим Терпит Терпит Спокоен Выдержан Ну как и всегда И напоминаю Прозвищу У него рептилия Ну вы же знаете Да друзья Что терпеть можно И хорошо Держать Уметь удар Но Рано или поздно Все это Количество Переходит в качество Руки на месте Боксируем Хорошо Добавил Потряс С левым крюком Поехали Вот Глопа Анатолий Секундный Потряс Ноги Трогнули Неудобная Неудобная Позиция Чуть не потерял Баланс А сейчас Уже Очень тяжело Уже Ну что Очень убедительен Поветкин В предыдущем Раунде Четвертом Он потряс Соперника Добавил На грани Нокдауна Сейчас Александр Будет развивать Развивать Начинать С того На чем Закончил В предыдущем Раунде Вы правильно Заметили Григорий Что Функционально Начинает Подседать Начинает Сдавать Это заметно Он прям Вот Встает Перед Раундом И видно Что не до конца Восстановился Это заметно А значит Функциональная его готовность Не на самой Лучшей Ну безусловно Тысячи за день Тебе сказали Что мы должны Уходить в век Я думаю Что И Александр Поветкин И болельщики И все Любители бокса Добавил Скажите большое Спасибо Диапа За то Что мы осмелись Это сделать И выйти на рейт Да Человек по сути Как говорят Спас шоу Потому что Если бы он отказался Тогда Александр Поветкин Просто не с кем Был бы боксировать В Екатеринбурге 15 тысяч 15 тысяч Зрителей Пришло Новые посадочные места В арене построили Вообще почти Эта арена Создалась Изначально Первый раз Для этого бокса Да Здесь первый раз Такое спортивное событие Именно на этой арене Естественно Конечно же Геопат достоин Сашеский чехвал Человек смелый Мужественный Бросается С левым боковым На скачке Александр Не попадает В этот раз Вот Идем Справа Вот эти боковые удары Сдвоенные Строенные Подавило Знаете Сейчас только что Ко мне пришла мысль Что Диопа Начинает Потихонечку Выживать Не отвечает Потерял Остроту Саша полностью Подавил И скушал его И Поветкин В этой ситуации Старается работать Выверенно Точно Не тратить ударов По пусту А каждая атака Чтобы заканчивалась Точным ударом А то и несколькими Хорошо сейчас был На своей любимой дистанции Саша Скорость Скорость Слишком разная Диопат только подумал Александр головы Там уже нет Правая на месте Куда идет Хорошо сейчас Правый прямой 5-3 подряд Левых боковых Диопа кивнул Очень тяжело уже Диопа чувствуется Поскользнулся по веткам Во время своей атаки Не получилось Реализовать Продолжается вечер бокса В Екатеринбурге Главное событие Поветкин Диопа Шестой раунд Последние два раунда Были Успешными Очень успешными Для Поветкина И очень тяжелыми Для Диопа Неприятные моменты Каждый раунд Александр выиграл Ну и по тому Что будет происходить Что будет происходить В ринге Ну нельзя пропускать Столько ударов Конечно же нельзя Они скажутся Сечка откроется Шишки, синяки, гематома Тем более на фоне Физической усталости Каждый удар Будет все более чувствительным Хорошо Ищем Да, сейчас огромная разница В скорости Начинает Огромная Огромная Разница Это действительно заметно Может быть У Диопа Знаете Вот этот клапан Пробьет Может быть Какое-то откроется Второе дыхание Возможно Но те удары Которые он принимает Они могут приниматься На протяжении всего боя Да Может и не успеть Открыться второе дыхание Складывайте впечатление Что Сейчас Стоит поднять По ветке На Т Буквально Процентов на 30 Да Увеличить И Диопа Будет очень тяжело Вот как сейчас Произошло Такое чувство Что Попал Не как следует Как-то Видимо Вскользь Потому что Сумасшедшая Амплитуда Полудар Все-таки Дошел Нашел Бреш Пытается Раздергать Своего соперника По ветке Именно движениями Корпусом Он показывает Вроде бы Я буду сейчас Атаковать справа Но потом тут же Меняет положение Корпуса И наносит Удары слева При этом надо учесть Что Диопа Очень хорошо Держит начатки Хорошо защищается Но вот Заходит все-таки После одного Второго Веткин Момент Чтобы Обойти Эту защиту Что ж Первая половина Блая Рассаживается Нокаутом Жор Диопа После левого Бокового Тяжелейшего Оказывается В нокауте В тяжелом нокауте Дмитрий От нас Жор Диопа Без сознания Без сознания Пытается Капу вынуть Обязательно Нужно быстро Извлечь Капу Изо рта Нам повторяют Мощнейший Левый крюк В исполнении Поветкина Жор Диопа Начинает приходить Он в Слав Куршев Работает И здесь Дмитрий Лучников Из команды Поветкина Капман Также Он врач Врач по образованию И он может Также Помочь Еще раз Мы смотрим Вертикальный стойки Справа не попал Поветкин Слева Вскользь удар Но еще один Второй левый Крюк И головой ударился Точно В подбородок Продолжение следует